МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На эфире информационная программа «12 новости Республики» на телеканале «Регион-12». Напоминаю, интернет-версию нашей программы вы можете найти на сайте tvregion12.ru. В студии Дарья Разинова. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все социальные обязательства будут выполнены. Зарплата работникам бюджетной сферы будет выплачиваться в полном объеме и в срок. В регионе продолжится строительство объектов здравоохранения, образования и спорта. Правительство МРЭЛ рассмотрело проект бюджета Республики на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 года. Исполнение всех обязательств, взятых на себя правительством Республики, несмотря на сокращение помощи из федерального бюджета. Такова основная задача, поставленная главой МРЭЛ Леонидом Маркеловым перед членами правительства в ходе рассмотрения проекта бюджета на 2015 год и плановый период последующих двух лет. Если обращаться к цифрам, то стоит отметить, что бюджет МРЭЛ в 2015 году остается дефицитным. При этом дефицит сократился на 3% к уровню текущего года и составляет 1,6 млрд рублей. Соответственно, доходы бюджета запланированы в размере 20,9 млрд рублей, а расходы 22,5 млрд. При этом планируется, что до 2017 года вырастет валовый региональный продукт МРЭЛ. Причем цифра, заложенная в проект бюджета, не окончательная. Мы планируем увеличить валовый региональный продукт до 141 млрд рублей. Но я глубоко уверен, убежден, что цифры будут гораздо больше. Отсюда, чем больше ВВП, значит, это больше произведенной продукции. Больше произведенной продукции, больше заплаченных налогов. Мы говорим сегодня об оптимальных цифрах, с которыми мы согласились и которые подтверждены нынешней ситуацией в экономике. Но с учетом реализации тех инвестиционных проектов, которые идут сегодня в республике, а в промышленности быстро не бывает, проект начинает работать, а эффект от него через 2-3 года, то есть 4, я думаю, что с нарастающим итогом мы получим гораздо больше и выпущенной продукции, и больше налогов. Бюджет формировался с учетом приоритетов, конечно, которые нам определяет федеральный центр. Это и указы президента, которые мы обязаны исполнять и исполняем. Безусловно, это программа софинансирования. Например, программа переселения из ветхого жилья. Около 500 миллионов нам фонд предоставляет российский. Если мы не представим аналогичную сумму из республиканского муниципального бюджета, мы просто не переселим граждан. Поэтому, конечно, мы обеспечиваем софинансирование. Расходы на социальные выплаты в 2015 году вырастут на 300 миллионов рублей к уровню текущего года. Наибольший удельный вес в этой сумме, 39%, составляют меры социальной поддержки региональным льготникам. А 29% – это субсидии гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг. Сохранятся бюджетные ассигнования на выплату материнского капитала и ежемесячные выплаты семьям при рождении третьего или последующего ребенка. Вырастет помощь регионального бюджета бюджетам муниципальных образований республики. Эта сумма составит почти 6 миллиардов рублей с ростом в 8% к уровню 2014 года. При этом будет продолжено строительство социально важных объектов, фельдшерско-акушерских пунктов, школ и спортивных сооружений. Все отрасли должны динамично развиваться. И нужно, скажем так, вводить новые объекты не за счет того, что мы какую-то отрасль зарезаем и забираем образование в пользу здравоохранения или наоборот, а нужно строить новые объекты за счет реализации новых инвестиционных проектов и влечения налогооблагаемой базы республики. Вот это задача, которая стоит перед всеми. И перед правительством республики, всеми министерствами профильными, и, конечно же, перед муниципальным образованием, я это могу пояснить, да, у нас, например, никогда не было модно, чтобы спорт зарабатывал деньги. Я считаю, что нельзя на спорте зарабатывать, какие-то устраивают, там, тотализаторы, там, или что-то. Ну, почему бы не запускать, например, на Ледовый дворец, Ледовое шоу, которое привлекает зрителей, и доходы, которые делятся, там, 50 на 50, или я не знаю, в каком соотношении, просто даже один концерт такой дает миллионы рублей, которые можно направить и на повышение заработной платы тренерам, и на приобретение материально-технической базы, и оплату энергоносителей за сдержание того же Ледового дворца. А как был бесплатный, как был бесплатной секцией, так они остаются. Как была минимальная цена за посещение льда всеми желающим, так она остается, мы ее не поднимаем. Просто нужно маневрировать, и даже Министерство спорта может приносить доходы. Что касается муниципальных образований, но сегодня не секрет, что люди стали жить лучше, это хорошо. И, естественно, когда возникает у человека, получающего в доп. доходы желание построить свой дом, он сталкивается с трудностями. Так вот, не должно быть этих трудностей. Глава муниципальных образований должна определить в своих районах, и это сделано уже в 2015 году, участки, которые для свободной продажи будут представляться всем желающим, для того, чтобы заниматься индивидуальным строительством жилищным. Также действует и правительство Республики Морел. Земли, которые сегодня есть в собственности Республики Морел, они будут реализовываться в том числе на свободном рынке. То же самое будет делать город Ешкар-Алла. Вот вам доп. доходы, которые мы можем перевыполнить, и в результате больше денег направить на дороги, и благоустроить наши территории, на которых живут люди, я имею в виду дворовые территории, что делает сегодня город муниципальное образование, город Ешкар-Алла. Пожалуйста, другие муниципальные образования, берите примеры. У нас есть резервы, у нас есть возможность за счет благоприятного климата привлечь дополнительных инвесторов в республику, которые, реализуя проекты, будут открывать новые рабочие места, это водоходный налог, строить производственные помещения, это налог на имущество, и получать прибыль, это налог на прибыль. Так что правительство республики Морел с оптимизмом смотрит 2015 год и далее. Считаю, что все наши обязательства мы выполним, и, как у нас говорят, а будет количество ленточек, Леонид Ильич, больше или меньше, чем было в 2014 году, прямо вот такое фантастическое количество ленточек. Я могу вас заверить, их будет не меньше в 2015 году. Не потому, что это выборный год, а потому, что мы имеем заделы и инвестиционных проектов, и социальных проектов, не меньшее количество ФАПов построим, и ФОКи будем строить, и ветхое жилье переселяем, и инвестиционные проекты реализуем. Республика живет. В Морел назначен новый федеральный инспектор. На днях он был представлен членом правительства республики, руководителем крупнейших государственных структур и организаций региона. Романа Береснева на посту федерального инспектора сменил Павел Логинов. Ему 37 лет, служил в подводном флоте, является специалистом по ядерному оружию. После увольнения в запас работал в правительстве Московской области, затем в избирательном штабе Владимира Путина, в последнее время в аппарате полномочного представителя президента России по Привожскому федеральному округу. Бывший федеральный инспектор Памариэл Роман Береснев продолжит госслужбу в Кировской области. Напомню, в обязанности ГФИ входит контроль по исполнению в регионе федеральных законов, указов, распоряжений и поручений президента Российской Федерации. Компания по уплате имущественных налогов за 2013 год подходит к завершению. Напомню, что не позднее 1 ноября необходимо уплатить налог на имущество, не позднее 5 числа – транспортный налог. Земельный налог уплачивается в сроки, установленные в муниципальном образовании, на территории которого находится земельный участок. Как правило, они совпадают с одной из этих дат. По данным налоговой службы республики, к середине октября жители Мариэла платили примерно половину от общей суммы имущественных налогов. Очередной день открытых дверей в налоговых инспекциях состоится завтра, 25 октября. У тех, кто является собственником земельных участков, квартир, домов и автомобилей, есть шанс узнать все подробности о системе начисления и уведомлении об оплате имущественных налогов. Основная проблема, которую налоговики даже, кажется, стесняются обозначить – недостаточное оповещение налогоплательщиков. Многие лист, собственников квартир, машин и земельных наделов могут вспомнить, когда находили в почтовом ящике письмо счастья с перечислением сумм, которые следует уплатить до начала ноября. Дело, конечно же, не только в вечно закрытых дверях подъездов. Вероятно, таким образом у собственников формируется иная степень ответственности. В конце концов, дата завершения кампании по уплате налогов ежегодно не меняется, а обладание собственностью – это все же какая-никакая, а ответственность. Тем более, что за несвоевременную уплату начисляются штрафы. Самые последние данные свидетельствуют – половина жителей республики налоги заплатила. На сегодняшний день далеко не все плательщики исполнили свою обязанность по уплате имущественных налогов. По состоянию на 10 октября поступления транспортного налога по республике составили 42% от начисленной суммы, по земельному налогу – 54%, по налогу на имущество – физических лет – 46%. Тем не менее, остальную половину жителей Мариел вопроса налогообложения продолжают волновать. За разъяснениями они, то и дело, обращаются к налоговикам. Основные вопросы, с которыми обращаются налогоплательщики в инспекцию – это порядок исчисления налога на имущество, транспортного налога, доставки налогов в данном конкретном муниципальном образовании, какие льготы предусмотрены по конкретным налогам, а также обращаются плательщики у нас по получению уведомления на уплату имущественных налогов. Неплохая возможность окончательно решить вопросы с налогами предоставляется жителям республики на этой неделе. В субботу, 25 октября – очередной день открытых дверей. Те налоговые инспекции Мариел будут работать с 9 до 18 часов. В рамках мероприятия каждый может узнать подробнее об исчислении налогов имущественных, а также о льготах и ставках налогов. Хотелось бы пригласить всех налогоплательщиков, кто не получил налоговое уведомление на уплату налогов, а также, если у кого-то какие-то остались вопросы. Причем именно октябрьский, проводимый перед завершением кампании по уплате имущественных налогов, день открытых дверей имеет особое значение для представителей налоговой службы. В этом году у нас проходят дни открытых дверей. В сентябре прошел у нас день открытых дверей и 25 октября. Так как данные дни разбиты на два раза, октябрьский, как показывает практика, телефонных звонков много, именно в октябре поступает. И я думаю, что в октябре у нас плательщики задумались уже над уплатой налогов, так как сроки у нас приближаются уплаты. И поэтому на октябрьские дни, я думаю, что придет у нас больше налогоплательщиков с вопросами. Естественно, что результатом общения с налогоплательщиками станет значительное увеличение поступления имущественных налогов, убеждены представители инспекций. По их мнению жителям республики, из числа собственников, не успевших заплатить налоги, следует лишь чаще напоминать о крайней дате и возможных санкциях. На начало ноября приходят сроки уплаты имущественных налогов. Транспортный налог необходимо заплатить не позднее 5 ноября. Налог на имущество не позднее 1 ноября. Земельный налог по срокам, установленным в конкретном муниципальном образовании, на территории которого находится земельный участок. Напоминаем, что несвоевременная уплата налогов грозит должникам мерами ответственности от начисления пеней за каждый день просрочки до ареста имущества, а также ограничения выезда за пределы Российской Федерации. В Мариэл продолжается масштабная республиканская акция «Платить за свет легко». Напомню, акция стартовала еще в конце прошлого года. Все это время энергетики приезжали с мобильными офисами в населенные пункты, отдаленные от районных центров. Уже на местах сотрудники «Мария Наргосбыт» работают с разными потребителями. Добросовестных консультируют, должникам вручают уведомления. Чтобы ввести режим ограничения потребления электроэнергии у отдельно взятого должника, энергетикам приходится на время обесточить соответствующую линию на подстанции. Работать необходимо быстро, при этом соблюдать правила техники безопасности. Заявка получена от сбытовой организации. В черный список компании «Мария Наргосбыт» попадают те, кто не платит за электроэнергию как минимум два месяца. Этого достаточно для того, чтобы в случае неоплаты после неоднократного вручения уведомлений ввести в доме должника режим полного ограничения потребления электроэнергии. Причем, если дом рассчитан на два владельца, дисциплинированный сосед должника никак не пострадает. Выполняется путем демонтажа провода 0,4 кВт с опоры до жилого здания. После этого выписывается акт об ограничении режима потребления. И на этом, в принципе, заканчивается работа. Потребитель самостоятельно не сможет включить, потому что провода демонтируются прямо с опоры. Ну, мы, соответственно, еще проверяем это дело. 13 уведомлений только за один день. По данным Мария Наргосбыт, в деревне Озерки Горномарийского района общая сумма долга за электроэнергию среди населения составила 75 тысяч рублей. В целом по сельскому поселению более 90 тысяч рублей. Я знаю, я заплачу. В деревне Озерки вовремя оплатить квитанции за электроэнергию можно в почтовом отделении. Дисциплинированные потребители так и делают, не дожидаясь применения крайних мер со стороны энергетиков. Все верно. Оплата есть. Оплата была 21 октября 2014 года. Все. Все. Добро. Спасибо. До свидания. Впрочем, есть случаи, когда у самих потребителей возникают вопросы по начислению квитанции за электроэнергию. Здесь выручает мобильный офис Мария Наргосбыт, который вот уже почти год колесит по самым отдаленным уголкам Мариэл. В рамках республиканской акции платить за свет легко. Потребитель деревни Озерки и Озеркинского поселения очень трудно добраться в центральный офис города Казмодемьянска, препятствия река Волга. Поэтому здесь мы можем ответить на интересующие вопросы потребителей, переоформить лицевые счета. Также можно оплатить текущие счета, оплатить дебиторскую задолженность. Активным пользователям интернета в мобильном офисе помогают подключить сервис личный кабинет. В первую очередь для того, чтобы жители республики могли осуществлять передачу показаний индивидуальных приборов учета и оплачивать услуги за электроэнергию непосредственно из дома в режиме онлайн на сайте Мария Наргосбыт. Впрочем, приезду энергетиков рады и те, кто привык платить по старинке. Сумма небольшая, задолженности нету. 122 рубля 40 копеек. Владелец этого дома также обещал заглянуть в мобильный офис. Его долг в деревне Озерки самый большой, около 16 тысяч рублей. История непростая. Как сообщили в Марии Наргосбыт, дом был изначально приобретен задолженностью за электроэнергию, которую накопил еще прежний хозяин. Его предупредили. Мы ждем этого потребителя у нас в гости на переоформление договора. Договор он пока еще с Марии Наргосбытом не заключил. Вот, собственно говоря, таким образом он сможет решить вопрос по долгу, который, собственно говоря, висит на его доме. Следующая точка прибытия мобильного офиса – Куженерский район. В поле зрения энергетиков сейчас не только население, но и организации – должники. Кроме этого, уже в ноябре все потребители Марии Наргосбыт получат квитанции с информацией о начале комплекса мер по борьбе с должниками и предупреждением о своевременной оплате за электроэнергию. Световой день все короче, с переходом на зимнее время. Стрелки на час назад переведем в ночь с субботы на воскресенье. С 26 октября Россия перейдет на зимнее время, которое дальше меняться уже не будет. От всемирного координированного московское время будет отставать на три часа. Специалисты признают, что перевод стрелок может повлиять на самочувствие. Однако отмечают, что правильный отдых и хороший сон – залог того, что адаптация пройдет легко. Кстати, утром в воскресенье владельцам планшетов и смартфонов стоит перепроверить, насколько корректна техника перенастроила свои внутренние часы. Раньше вы как-то переводили часы, это было нормально. И сейчас, думаю, не будет сложно как-то. Вроде бы нет. Надеемся, что свыкнемся. Будет светлее на улице. Да, да, то, что светло будет. Нет, ни разу. Я каждый день спряту 10, мне без разницы. А мне это не нравится. Почему? Ну, так привычнее, как сейчас. Нет, для меня не сильный стресс. Для меня все останется точно так же. Если на зимнее, то да, как бы на летнее лучше не надо обратно возвращаться. А так как бы все хорошо. Очень приятно, когда переводят часы вот в это время года, потому что утром кажется, что ты на час больше спишь. Вот. И сам уже светит. И легче вставать. Стресс, конечно. Но я так понимаю, что мы дольше будем спать. Разленимся вообще окончательно. Нет. Я думаю, все нормально будет. А сама без разницы. Приятно, что будет лишний час поспать и все. Ну, очень тяжело вообще, когда приходишь на пары и на улице темно. Так спать охота нереально просто. Замечательно. Давно об этом мечтаю. Это хорошо, потому что у нас местное время будет только на 15 минут больше московского. То есть мы практически по местному времени будем жить. А это же ритмы природные. Они же полезны человеку. Погода в Мариэл бьет рекорды. Последний раз столь низкая среднесуточная температура в этих числах октября была зарегистрирована почти 90 лет назад, в далеком 1925 году. Нынче столь сильное похолодание является крупной природной аномалией, обусловленной влиянием арктического антициклона. Размывание облачности привело к интенсивному ночному выхолаживанию и без того очень холодного воздуха, который пришел с Карского моря. В предстоящие выходные дни с ростом атмосферного давления осадки прекратятся. Но будет по-прежнему холодно для этого периода осени. Температурное значение больше соответствует концу ноября. Температура в ночные часы составит 10-15 градусов, днем 4-9 градусов мороза. В начале следующей недели ожидается повышение температуры воздуха. В понедельник ночью еще минус 4-9, а днем уже 0-5 градусов мороза. Местами пройдут небольшие осадки. К середине недели ожидается повышение температуры воздуха до положительных значений в дневные часы. Так что после первых ударов мороза стоит подготовиться к новым выкрутасам осенней непогоды. Примерно со вторника с потеплением, которое продлится несколько дней, начнется активное таяние выпавшего снега. Лакомство для сладкоежек или самое вкусное лекарство? Лишь королевы эти дни работают ярмарка натурального башкирского меда и конфитюра. Эти природные дары собирали в экологически чистых местах и заповедниках. Баночкой янтарного лакомства запаслась и наша съемочная группа. Мед из акации хорош для ясного зрения, гречишный повысит гемоглобин. Липовый поможет в лечении гайморита. Каждый из двух десятков сортов меда, представленных на ярмарке, имеет свой вкус и полезные свойства. На выставку мы сейчас привезли вам крем меда, который подвергается кислородной обработке. Что в свою очередь, благодаря снабжению большому количеству кислорода в нем, оно способствует лучшему усвоению в организме питательных веществ. Что естественно ведет к увеличению иммунитета. Хочу обратить особое внимание на мед с пергой. Его суточная доза составляет только одну чайную ложку в сутки. Но при этом организм получит полностью комплекс витамин микро-макроэлементов. У посетителей выставки большой популярностью пользуется пергам. Это пыльца, которая прошла молочное кислое брожение в сотах. За счет этого является гипоаллергенным продуктом. Очень хорошо восстанавливает иммунитет, активизирует все защитные функции организма. Пчеловоды гарантируют этот мед самого высшего качества. На выставку мы привезли редчайший дикий мед от бурзианской пчелы. Он собран в экологически чистых районах Башкирии. И очень хорошо помогает при сердечно-сосудистых заболеваниях чистить сосуды при щитовидной железе, а также выводит холестерин. Маточное молочко, горное мумиё, натуральные конфитюры, пыльца, прополис. Ошибки в выборе быть не может. Перед приобретением обязательно дегустация. Как известно, употреблять мед можно по-разному. Кто-то любит с молоком, кто-то с чаем, а кто-то готовит пироги и торты. Я очень люблю готовить такие блюда, как медовик, чак-чак. Это восточные сладости, которые подаваются медом и делают их вкусным. Пополнить запасы и попробовать целебное башкирское лакомство можно на ярмарке-выставке ежедневно. С 10 утра и до 19 часов в ДК имени Ленина. Продажа открыта до 26 октября. И еще приятный сюрприз покупателям банка меда в подарок. Подробности у продавцов-консультантов. Новый сезон «Песенки года» стартует! Для участия в отборочном туре шестого Республиканского телевизионного конкурса детской эстрадной песни приглашаем юных и талантливых исполнителей от 5 до 13 лет. В «Песенки года» 2014 знакомые мелодии детства. Песни советских детских композиторов из любимых фильмов и мультиков. Заявки на участие принимаются по адресу улицы Пушкина, 32, во Дворце творчества, детства и мечты. Кабинет 123. Отборочный тур 6 ноября. Подробности по телефону 38-22-31. Новая осень на Блиц-ФМ Сем-мастар, поэт, мурза да фольклор ансамбль влаг. Лачак Нуно, калаканчонжем самастарен мошта. Сем-малан рубрика «Шкижат мурагаяк йонга». Мепалына, кажну кугарнян, кастэна, те. Марилтован эфиры, что же сем-малан рубриком «Ончеда». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Подоконник – самая выразительная и функциональная часть окна. От того, как он будет оформлен, зависит общий вид всего помещения. Это рубрика «Перестройка». Мы продолжаем рассказывать о важных деталях вашего интерьера. Сегодня все современные окна представляют собой пластиковые стеклопакеты. Чаще всего они оформляются подоконниками из того же материала. Специалисты советуют – выбирайте подоконники с глянцевым акриловым покрытием. Эти конструкции обладают хорошими теплоизолирующими свойствами, не гниют, не разлагаются, стойки к воздействию солнечного света и абсолютно водонепроницаемы. Качественные материалы и высокотехнологичное оборудование – все это залог того, что готовое изделие в эксплуатации не подведет. Это производство подоконников с глянцевым акриловым покрытием. Когда доска готова, специалисты приступают к нанесению акрилового покрытия. Ламинат наносится на поверхность подоконника с помощью полиуретанового клея расплава. Эта акриловая поверхность не содержит ни растворителя, ни опасного канцерогена – формальдегида. Производство полностью автоматизированное. Специалисты контролируют только процесс изготовления, следят за качеством и параметрами изделия. Подоконник обязательно должен быть сертифицирован. И не просто сертифицирован, а должен иметь сертификат гостроя. То есть это гарантирует то, что подоконник абсолютно качественен. И подоконник обязательно должен иметь санитарно-эпидемиологический сертификат. Очень многие люди, особенно которые путешествуют по Европе, любят стиль Прованс, французская классика. Под этот стиль очень хорошо ложатся фактуры дерева, то есть световая гамма с деревом, либо натуральный камень. Практический совет специалистов – непременно учитывайте параметры своей комнаты, выбирая цветовую гамму подоконника. Как и все, в помещении он должен хорошо вписываться в интерьер. Каче с ламинацией, здесь оно труслойное, можно проверить обычной монеткой. Берете монетку и вот прямо вот никакого следа вообще не будет. То есть если даже какой-то маленький следок, его тут же можно будет… Сами попробуйте. 45 лет? Нет. Ни вмятин, ничего не будет. Просто красота. Проведем эксперимент. Образец номер один – бюджетный подоконник. Образец номер два – качественный подоконник. В итоге наглядно видно. Образец номер один – бюджетный подоконник испытания красящими веществами не выдержал. В то время как на качественном подоконнике, благодаря его гладкой акриловой поверхности, следов не осталось. Вот она, мужская сила и мощь во всей красе. Дмитрий Иванов – самый сильный человек в республике, рекордсмен мира и мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу. Именно его мы и попросили испытать на прочность наши образцы. Итак, внимание! Очень крепкий. Ну что ж, мужская сила все-таки взяла верх, только над первым дешевым образцом. Теперь мы уж точно убедились, что качественные подоконники – это прочная и важная часть любого интерьера. Плюс к этому они не восприимчивы к воздействию влаги и микробов, потому отлично подходят для помещений с повышенной влажностью, например, баня или сауна. Держать в чистоте такой подоконник можно без использования чистящих средств. Уход за ним займет в считанные секунды. Мы очень довольны этими подоконниками, они очень удобные. Вот если поставить, например, горячее блюдо, то не останется никаких следов. В следующей программе мы узнаем, как Наталья справляется с детской живописью на подоконниках. Делайте ваш дом красивым, удобным и, конечно же, функциональным. На этом все. Увидимся ровно через неделю. Стильное решение, разумное качество, уместная цена. Это пластиковые подоконники с глянцевым акриловым покрытием торговой марки «Данке». Компания «Данке» изначально создавалась для выпуска подоконников премиум-класса, которые сочетают в себе надежность материала, прочность и изящество конструкции и максимально возможную цветовую гамму. Эксклюзивный представитель «Данке» в Йошкарале – это торговый дом «Герметик». Он находится по адресу улица Баумана, дом 100. Если ехать по улице машиностроителей из центра Йошкаралы, то у Бауманского лицея нужно повернуть налево, проехать мимо городского суда и в самом конце улицы по правой стороне вы найдете торговый дом «Герметик». Все подробности по телефону в Йошкарале 55 37 00. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова «Золотая осень» на Пульс Радио За модой этой ветреной красавицы уследить бывает довольно сложно. То она диктует нам носить ультракороткие топы, то целомудренные юбки в пол. В нашей рубрике мы разбираем самые актуальные тренды, ну и, конечно, не забываем о вечной классике. Причем все вещи, которые вы увидите в нашей рубрике, можно купить в одном из магазинов нашего города. Итак, это модная история, и мы начинаем. И у нас есть сегодня героиня, ее зовут Аня, давайте познакомься с ней поближе. Я ступенка, учусь на инженера-архитектора. По роду своей профессии я много путешествую, недавно была в Норвегии, работала там месяц по специальности, также путешествовала по Северной Европе. По возвращению я сейчас занимаюсь тем, что я пишу диплом и работаю по специальности. Как ты обычно предпочитаешь одеваться? Одеваться я люблю практично, для того, чтобы мне было удобно в моей повседневной жизни. Так как я активный человек, конечно же, это должно быть комфортно, удобно, ярко, стильно, и должно отвечать всем моим требованиям. Больше перечислены. Ну что ж, пришло время познакомиться с нашим стилистом. Ее зовут Лена, эта девушка знает о моде все, ну или даже чуть-чуть больше. Я думаю, она учтет тебе пожелания, твою внешность. Обязательно придумаем что-нибудь с твоей поездкой по Норвегии и подберем тебе что-нибудь теплое и уютное. Пойдем? Ань, сегодня мы хотим предложить тебе скандинавский стиль, потому что по цвету типу ты очень похожа к девушкам в Скандинавии. А сейчас немножко история. Скандинавский стиль берет свое название по причине происхождения и вобрал в себя мотивы народов скандинавских стран. Данный стиль отличается демократичностью и удобством, очень подходит для нашей лютой зимы. Отличительной особенностью этого стиля является обилие, вот как мы здесь видим, вязаных вещей, также лаконичность кроя и обилие орнаментов, рисунков, например, оленей, снежинок, кромбиков, полосок и тому подобное. Я думаю, что такой жакет будет уместно смотреться как в офисе, так и на прогулке. Я думаю, будет в нем уютно, тепло, и образ такой получается достаточно очень мягкий и милый. Ань, обувь в скандинавском стиле – это прежде всего удобство и тепло. Как правило, они все очень сдержанных расцветок. Вот, пожалуйста. Очень часто есть отделка из меха, минимум деталей, ну, и еще раз самое главное – это тепло. Наша героиня уже готова представить на ваш суд несколько костюмов в скандинавском стиле. Итак, все внимание на Аню. Ну, я думаю, в таком комплекте можно пойти и на учебу, и в офис на работу, вполне будет уместно. Совершенно с тобой согласна. Причем очень спокойная и выдержанная тона, это оливковый, серый, отлично дополняет комплект шарких. Наглядно представлен принт, как его правильно использовать. Ну, и изюминка этого образа, без сомнения, сапожки, полуботиночки, оттороченные мехом. Очень интересный лук получился. Такой довольно яркий комплект получился как раз для прогулки, для походов, может быть, по магазинам. В данном комплекте наглядно продемонстрирована особенность, характерная особенность скандинавского стиля – это обилие трикотажа. Ну, чтобы он был интересным, мы предложили нашей героине примерить трикотажную жилетку с меховой отделкой. Ну, и в спортивном варианте мы тоже видим скандинавские мотивы. Это джемпер с зигзагообразным узором и яркие штанишки, ну, и, безусловно, чудесная милая шапочка, которая дополняет образ. Как видите, наша героиня довольна образом и чувствует себя в нем просто как рыба в воде. Вот так традиции дальних стран идеально ложатся на нашу русскую действительность. Это была рубрика «Модная история». Увидимся. 31 октября с 8 вечера до 12 ночи отмечаем Хэллоуин в 21 веке. Тебя ждет ночь безумных покупок. Страшно большие скидки до 70%. Бесплатные кровавые напитки и фейс-арт от торгового центра 21 век. Теперь у торгового центра 21 век есть официальный сайт. Здесь вы узнаете, какие скидки и акции проводятся в отделах торгового центра. Легко найдете нужный отдел и его расположение. Адрес сайта нетрудно запомнить. 21-й век 12.ру Торговый центр 21 век – это пять этажей потребительского изобилия. Здесь каждый найдет что-то для себя. Товары для дома, спортинвентарь, все для рыбалки и охоты, оригинальные подарки и сувениры, ювелирные изделия и бижутерия, телефоны и компьютерная техника. И, конечно, одежда и обувь для детей и взрослых на все случаи жизни. Информационная служба ТВ и радио на Патриаршей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Под мелодию кофе и прямого эфира Просыпаются мысли о спасении мира. Блиц Гафем. Разбуди вдохновение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова